Один из немаловажных моментов, которые хотелось бы сегодня отработать, это глубина удара. Обычно, в большинстве случаев ошибка, когда этот удар или укол, он поверхностно, ну, чуть-чуть погружается в цель, и мы стремимся убежать. Это не совсем верно. Нужно пробивать цель как можно глубже. Ради этого, чтобы отработать именно глубину, мы посмотрим на примере рабочих двоих. В частности, это, например, может быть порез руки и на обратном движении порез ноги. Независимо от стороны. Это может быть снизу, вверх, с одной стороны, с другой стороны, либо вход в голову. Чтобы порезать дальнюю цель, нам придется достаточно глубоко пройти вперед. Не делая два движения, раз, два, а именно глубоко и на втором движении возвратном мы совершим. Выстраиваем две цели. Ближайшую, то есть медитацию руки и, соответственно, либо голова, либо нога. Напоминаю, у нас должно быть не раз, два, два движения, а одно движение. На одном движении два пореза. Раз, два. Либо раз, два. Глубокий вход и на обратном движении порез. То же самое, если мы поменяем руки. Раз, два. Раз, два. Глубоко вошли, не здесь закончим. А первое действие закончить глубоко и на обратном движении наносим второе движение. Тот же элемент мы рассматриваем через укол. То есть не поверхностно, потом дергемся, а пробиваем, срезаем. Пробиваем, срезаем. Вот мы ставим достаточно мощный глубокий укол. То есть акцент на первом действии. Не лишь быть заранее добраться до второго. Нет. Нам нужно поставить проникающее действие. Глубокий удар и срезаем. Двойки. Вполне рабочих можно использовать в спаррингах. Но сейчас главное найти вот эту самую глубину укола по ряду. Впоследствии то же самое у нас интересует. Не поверхностный удар, а и возврат. Реализация во время спарринга. Либо это опять же как элемент тренировки и отработки уже больше динамики. Сейчас рассматриваем вариант. Рука, нога. Рука, нога. Нам неформально нужно коснуться руки. Мы должны ее убрать. Именно для этого мы погружаемся глубоко. И это заставит нас уйти, не зависая на месте. Итак, в движении. Если я просто дерну и поведу сразу в ноге, я рискую нарваться. Поэтому мощное, жесткое движение составит человека руку убрать. И пока он ее будет возвращать, у меня будет шанс уйти, разрывать эстанцию со своим борецом. Еще раз. То же самое, чуть проще мы работаем в голову. То есть, рука, порез головы. Рука, порез головы. Соответственно, следующим этапом для отработки, вот напоминаю, всегда работают двое, работа для двоих. Один внимательно смотрит и реагирует, другой выполняет свою задачу. Итак, сейчас я наношу укол, но неповерхностно. Опять же, я стремлюсь пробить глубоко. Он убирает голову. Таким образом, на обратном движении я наношу вес. Что в одну, что в другую сторону. Раз, два. Раз, два. Если я остановлюсь вот здесь, соответственно, мне придется делать второе движение, и я потеряю лень, потеряю первое. Именно поэтому сейчас моя задача пробить на свойств. Важным является то, что если противник голову не уберет, вы не должны притормаживать. Вы должны именно опрокинуть его. Мы нарабатываем именно глубокое, проникающее действие. Это и заставит оппонента более реально шевелить головой, а не подыгрывать. Впоследствии, все это нарабатываем в любую точку. Мы должны прорегнуть насквозь. И вот наш возврат на движение резать. Напоминаю, главным при наработке у нас является первое действие. Для этого мы делаем двойку. Двойку можно потом реализовывать. Если мы захотим реализовывать и отрабатывать саму двойку, нам нужно добавить плюс одно действие. Например, раз, два, три. Вот тогда мы закрепим саму двойку. Только так. Плюс одно действие, и мы нарабатываем то, что было перед ним. Продолжение следует... Продолжение следует...